Сергей Михалёва очень многое связывало с Череповцом. Именно здесь он впервые возглавил большой клуб в качестве главного тренера, приехав из Тольятти в 1999. Уже в первом сезоне Северсталь была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию, но немного не хватило удачи. Зато в 2001-м Череповец бурно праздновал первые в истории клуба медали чемпионата России. Северсталь завоевала бронзу. В Череповце начался хоккейный бум. Спустя два года Сергей Михалёв Северсталью покоряет новую высоту. Команда производит фурор в чемпионате России и выходит в финал, где в интересной борьбе уступает локомотиву. Хоккейное серебро празднует весь город, а Сергей Михалёв знает практически каждый горожанин. Уже тогда самого остроумного тренера чемпионата любовно называют Михалыч. Михалёв! 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 Да это безмерная радость. Безмерная радость. Это радость. И мы довольны, что мы доставили нашим болельщикам, нашим жителям. Это радость. Вот вы видите, что? Вот когда вы мне звонили по телефону, у меня была опустошённость. А вот сейчас это радость. Вы знаете, это сейчас просто радость, великая радость. Великая радость от того, что мы сделали, великая радость от того, что мы команда, от того, что у нас есть результат, от того, что мы дали знание, что такое Череповец. Сергей Михалёв возглавлял Череповецкую команду до 2005 года. Затем пришлось уехать. Но связь с городом не терялась. Именно в Череповце он встретился со своей будущей супругой и вскоре уже в возрасте 60 лет в очередной раз стал отцом. В прошлом году у него родился еще один сын. Воплотил Михалыч в жизнь и свою золотую мечту. В 2008-м блистательно выиграл чемпионат России с Салаватом Юлаевым, вернув в финале должок локомотиву. Сергей Михалыч уже готовился к новому сезону в Уфе, но новым планам сбыться не суждено. Михалычу было 67 лет. Череповце тренеры золотой мечты будут помнить всегда.